Приветствую вас, и по поводу гадалок хочется сказать так, что они, эти самые гадалки и предсказатели, нигде иные, как бытовые психологи. По сути, такие житейские психологи, которые, используя свою интуицию, опыт, простейшие закономерности, элементарные закономерности определяют то, значит, что происходит с человеком и дают соответствующие рекомендации. Именно так объясняется предсказание и гадательство без учета экстрасенсорики. Экстрасенсорика – это область не изученная, и в нее мы залезать не будем. То, что касается вот именно ремесленничества, то есть вот повсеместного, да, потому что экстрасенсоров не так много, настоящих. То, что касается гада нельзя, то это, по сути, использование различных знаков, астрологии и прочее. И потому медицинская психология – то, что гадалка права и то, что она не права. То есть по сути, почему вы больше верите, что он находит отклик в душе у вас, то и более верно. Отчасти так же работает и, значит, ответ психологу на вопрос. Он отчасти работает точно так же. Ведь ответы дают много экспертов, а оценивают результат немногих. И дело здесь не в профессионализме одних и не профессионализме других. И дело здесь не в том, что кому-то клиент верит, кому-то клиент не верит. Дело здесь в том, что какой-то ответ нашел отклик в душе, а какой-то нет. И если вам то, что сказала гадалка-предсказательница показалось правильным, показалось лично для вас верным, вы подсчитывали, что вот это ваше, что это действительно так, то она права. А если вы сомневаетесь, если у вас недоверие, значит, значит, то, что сказала вам гадалка не является просто-напросто откликнувшим у вас в душе. И это не значит, что она хотела вас обманывать, это просто значит, что именно она вам не пришла. Ее ответ вас не устроил. Значит, что касается проблемы, то здесь ситуация заключается в том, что мужчина, который, тут вы пишите, что, значит, из-за детей и мужчина не хочет разводиться, собственно, со своей женой уходить к вам, а нужно сказать здесь так, что дети очень часто являются, ну, предлогом. Предлогом для того, чтобы оправдать свое поведение. Типа, мужчина говорит, вот я хочу остаться в семье, да, хоть жену свою не люблю, но хочу остаться в семье ради ребенка. Знаете, парадокс заключается в том, что этим самым поведением мужчина вредит ребенку, вредит детям. Ведь с женой это отношение не улучшается, с женой это отношение также натянуты, а дети от этого страдают. И поэтому, если человек сказал, что он вот за дети его останавливают, не дает ему возможности уйти от длины, уйти из семьи и, собственно, к вам, то, скорее всего, он уже не уйдет, потому что, ну, ему удобно, так, находиться в такой ситуации. Ему удобно, что у него есть своя семья, своя крыльщина с головой и так далее, а пламя, он не брату, причастлив, но просто, как, с чем-то новым интересом в своей жизни. Другое дело, что вы, будучи вот замужем и всерьез размышляя на тему, стоит ли вам уходить от своего мужа к другому мужчине, подтверждается лишь то, что ваш настоящий муж не делает вас счастливым и вам нужно либо пересмотреть с ним отношения, то есть, то есть, выявить проблемы между вами, постараться их решить, то есть, то есть, спасти зуброческую жизнь вашу, принести что-то новое, больше разговаривать, делиться чем-то, да, высказывать друг другу претензии и так далее, то есть, постараться решить проблемы, либо вам стоит от него уйти, потому что то, что происходит сейчас у вас, это лишь доказательство того, что на данный момент мужчина не удовлетворяет ваши потребности и вы не чувствуете себя с ним счастливым, а значит, это влияет на вас негативно. И если это не поменять, то последствия могут быть достаточно серьезными, начиная от ваших психических заболеваний, заканчивая заболеваниями физическими. Да и вы сами, наверное, не будете получать удовольствия от общения, от нахождения, от жизни с человеком, которого вы, в общем-то, не так сильно любите, что готовы быть уйти от него ради другого мужчины. Поэтому вот здесь можно подумать, принять решение, и в вопросах разрешения семейных конфликтов можно вам помочь, можно помочь комплекторам решить, проблемы выявить, все это вполне осуществляется без особых затрат, важно только ваше желание. Если хотите, можно провести смену консультирования, то есть с вами обоим, и с вами, и с супругом, без, естественно, упоминания о этом лице. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду вам благодарен. Пока желаю всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...